здравствуйте мы сегодня поговорим о блогах канала баракуда но прежде чем приступлю к своему обзору попрошу вас нажать на колокольчик подписаться на мой канал и поставить лайк этому обзору по возможности поделитесь им в своих соцсетях пожалуйста ну а я вот по просьбе своих зрителей в принципе сама давно хотела решила вам показать виды германии некоторые виды будут из окна автомобиля некоторые вот так вот как сейчас увидите прогулочные в общем я надеюсь что вам понравится больше чем просто футажи кстати сейчас вы видите то как украшают на пасху деревья кусты и кустарники в германии вот такие вот пластиковые яйца или зверюшки в общем моих я вам покажу чуть позже ну конечно если захотите если вам понравится такой формат видеоряда но мы переходим к обзору канала баракуда вы знаете на меня поразило тем что она сказала о том что все обзорщики это простите сейчас зачитаю это не могла стать просто так я это дело выписала это больные люди сейчас очень много людей обзорщики это вообще не люди это недолюди которые продали свои поганые души которые съела зависть обзорщики как иуды зависть и желчь сожрала обзорщиков вот так представляете и бред свой обзорщики несут поганый и завидуют им обзорщики вот представляете себе завидую я не знаю может быть кто-то другой кто обозревает канал этот баракуда завидует на самом деле но что касается меня я точно не завидую я точно не хотела бы жить так как они живут и слава богу я лишена этого сомнительного удовольствия но вот то что она позволяет себе выражаться в адрес других людей вот так не приятно я прям не знаю о чем это может говорить в первую очередь конечно о невоспитанности ну и о беспардонности какой-то и желание превознести себя тем самым утопив других в грязи я не думаю что это хороший пример для подражания для ее ребенка эмиль как ни крути еще ребенок ему 16 лет хоть она выглядит на все 18-20 я честное слово не знаю для чего марина так говорит и что она хочет привить эмилю вот для чего говорить вот это все понятное дело что им никто не завидует им завидовать нечему а вот эмиль впитает это все и так дальше будет продолжать говорить что все кто считают что они живут но не так как все остальные да вот плохо живут и неправильно ведут свое домашнее хозяйство и неправильно они в огороде сажаются до в огородной работы выполняют тоже не совсем верно это все плохие люди вместо того что прислушаться и понять ну да действительно может быть я тут что-то не так сделал может быть я там что-то не так сделал нет конечно этого нет конечно лучше и проще намного проще обвинить окружающих в чем-либо чем исправиться самим ну это понятное дело еще хочется сказать что раз такая реакция на обзоры значит что-то мы делаем правильно значит нашли то самое больное место и ну и получается объем по нему ну а что марина марина купила виноград купила винограда по 100 рублей и бананы по 50 вот представляете и даже пошла в аптеку и купила пантенол прям ну невероятно очевидно невероятная в семье марина купила пантенол потом как мое понравился вот масло подсолнечное по 117 рублей честно слова не знаю правильные цены неправильно она нам сообщает но 117 рублей это плюс минус 1 евро германии например масло подсолнечное стоит 379 но опять же скорее всего в россии она будет дешевле потому как россия страна производитель может быть из-за этого так дешево горячий шоколад представляете горячий шоколад интересно откуда деньги у них вот это я считаю уже излишество горячий шоколад маечку фикс прайсе носочки имели тоже фикс прайсе купила то есть наконец-то стали обращать внимание не только на желудок но и на свой внешний вид я так думаю что все таки это благодаря обзором или может быть это им подарили правда вещи новые были с этикетками насколько я поняла они выдают это все как купленное тоже может быть мальчика кстати очень оригинальная по бокам она такая прозрачная для эмили вот эта вот футболочка да мальчика точнее и ну не знаю таким вот мальчиком как эмиль в теле хорошо ли носить такую вот футболочку там конечно ему решать но я бы не купила бы своему ребенку знаю что вот он теле такой ребеночек да вот такое вот что-нибудь открытое вряд ли я конечно бы приобрела груши марина купила киви мандарины это все в скидке ой фруктовая душа говорит о марина марина фруктовая душа но кто бы сомневался конечно вот только марина любит вкусно поесть больше никто и хочет она конечно же приготовить фруктовые салаты ровно так же как и готовят их в израиле марина бредит израиля мне мои дорогие подписчики и зрители писали о том что марина думает что у нее в резкие корни потому как папа марины вроде как родом из израиля об этом ей сообщила мама но опять же еврейская кровь передается если я правильно знаю по маме по материнской линии и почему она так сильно хочет в израиль я не понимаю кто ее там ждет умница мне она в сочи была правда что он там дело я не знаю это краем уха слышал что она была в сочи не она как-то говорила об этом что он там делал я не знаю но наверное была репетиция генеральная репетиция перед поездкой в израиль где еще более жарко вот она прям бредит израиля интересно ну а дальше решила марина выйти в огород говорит вот погода сказочно весенняя вот но потом передумал почему-то этим огород очень быстро таню произошла бекон решила пожарить вот и и не зная как он жарится в стимул не представляет то есть мили знает как викон жарить марино даже не знаю он говорит это на скорбу просто об шаре полка а не поджарить пока у парочка или становится так которые не поджарит он не подозревает об этом это просто удивительно я просто не понимаю как такое возможно. Ребенку 16 лет, и ей 42. Она не знает, ребенок знает. Очень удивительно. Ну, она, конечно, рукой это все дело в сковороде раскладывает. Просто интересно, есть ли вилочка в этом семействе? Вот нет у них ситечка, нет вилочки. Еще чего-то там у них нет. В общем, чего-то там элементарно. Кисточки, ситечка и вилочки. Этого у них, получается, нет. Говорит Марина о том, что пол тарелочки бомжа. Пол тарелочки бомжа. Что это за бомжи? Я не знаю. Она съела за весь день. И сырничек поела один. Вот. Короче говоря, Марина худеет. Больше, говорит, есть не будет. И при этом нажарит целую сковороду вот этих вот бекончиков. Опять же, бекон, это я считаю какое-то излишество, от которого можно было бы отказаться, без которого можно было бы обойтись, на какое плачевно-материальное положение. Но нет. Эта семья так не считает. А дальше она вышла в предбанник. И я так понимала, что предбанник вместо холодильника у них. Ох, там всё, что хочешь есть. Там даже, вы знаете, увидела стиральную машинку фею. Значит, всё-таки Марина не руками стирает. Значит, всё-таки, слава богу, есть хоть какая-то техника. Правда, не знаю, в рабочем состоянии там машина или нет. Или она там просто уже стоит, потому как Дима никак не заберёт. Не знаю. Но, да, у них есть стиральная машина фея. Ну, или вроде фея, такая активатор фомотипа. Дальше в предбаннике у них очень много всяких интересностей. Там ротяк такой, там чёрт ногу сломит. И, среди прочего, конечно, лучок в пакетике зелёный, перего и что-то ещё. Вот такой вот, вроде как холодильник. Там может быть парохладнее всего. И, кстати, когда они приобретут новый холодильник, это одному богу известно. Лучше купить бекончик, лучше виноградик. Лучше сказать, я фруктовая душа и без фруктов не могу жить. А без холодильника, верю, она-то может жить. Просто удивительная женщина. Просто удивительная. Вот. И я дальше вообще обалдела, потому что увидела, что она вышла на улицу. Но на улице у неё половики растеряны. Прямо улице. Ну, в смысле, по двору. Это было что-то. Она говорит, вот, мол, если эти половики отстираются, если они будут в хорошем состоянии, то, конечно, я их снова в дом верну. Думаю, обалдеть нужно. Ты их в дом ещё хочешь вернуть. Они страшные такие. Тем более она говорила, что тот, на который, тот половик, на который вывалилась земля из горшка цветочного, она его выбросила. Оказывается, не выбросила. Она их собирается стирать или уже якобы отстирала. В общем, очень странно как-то. Она говорит о том, что эти все половики ветром сбросила, якобы с забора. Но они так аккуратненько уложены. Прямо так в рядочек. Что мало похоже на то, что их ветром сдуло с забора. В общем, как-то очень всё странненько. Вернулась она домой. Переворачивает, наконец-то, она бекон. И говорит, ну, прям как у Колесниковых. Прямо как Колесниковых говорит, аромат. Прямо она в восторге этого аромата от бекона. Такое впечатление, что она вообще впервые в жизни его видит, этот бекон. Сосиски Эмиль жарит. К бекончику. Почему-то яичницы нет. Думаю, вот была бы яичница ещё, и был бы английский завтрак в Мичуринске. Но нет. Просто кончик жареный и просто сосисочки жареные. Ну, нет, яиц не беда, зато есть помидорчики. И вот помидорчики туда же били, простите, туда же добавили. Я всё думала, что там яйца должны быть, туда яйца надо бить. Но нет. Вместо яиц помидорчики. И Эмиль нарезает лучок, перевозили он тот самый, который Марина принесла из предбанника, и будет им вкусно. А Эмиль говорит, мама, ну не показывай там вот мусорное ведро. Она говорит, ну ничего, у всех существует мусор. В предбаннике ещё и мусорное ведро. Вот так. У всех существует мусор. И вы знаете, на что я обратила внимание? На то, что Эмиль левша оказывается. Он левой рукой режет. Только сейчас на это я обратила внимание. Ну вот таким вот получился у меня обзор канала Барракута. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.